Правила дорожного движения появились очень давно в Древнем Риме, к примеру, когда фараоны разъезжали на своих колесницах, специальные люди призывали жителей к вниманию. Когда появился первый автомобиль, впереди него бежал мальчик и громкими криками извещал о приближении экипажа, дабы добропорядочные горожане не падали в обморок от ужаса при появлении на дороге двигающегося с кошмарной скоростью в 12 верст в час зловонного чудовища. Обо всем этом и многом другом узнали первоклассники из седьмой школы, побывав в районной детской библиотеке на одном из занятий программы по правилам дорожного движения. Учащиеся первого класса Видновской школы номер 7 в этот день пришли в районную детскую библиотеку вместе со своей учительницей Еленой Ивановной, которая более 30 лет работает с малышами. Ее предыдущие классы занимали призовые места в различных конкурсах по чтению. Она надеется, что и эти ребята будут любить книгу. Мы уже записались в нашу школьную библиотеку. Дети с удовольствием пока смотрят журналы, берут какие-то детские книги, которые им понравились. Но тем не менее мы прививаем любовь к книгам. Что могу сказать про своих нынешних деток, которые у меня первоклассники? Более активные дети, более подвижные дети, нежели те выпуски были, но более информированные дети, причем во всех областях. Сотрудники детской библиотеки разработали для малышей программу по правилам дорожного движения. И это добавит ребятам еще больше знаний. Ведь эта программа, рассчитанная на целый год, начинается с истории возникновения дорог, светофоров, правил поведения на проезжей части. В этот день ребята услышали, где и как впервые в мире соблюдались правила дорожного движения и почему на дорогах Индии часто возникают пробки. Я узнал, что в Индии, когда коровы переходят дорогу и стоят, то надо ждать их. Нельзя на них зло посмотреть, сбить их. Я не знал, кто сделал теофор. Это сделали раньше в Англии. Занятия по программе «Красный, жёлтый, зелёный», а они будут проходить каждый месяц, помогут детям понять важность знаний правил дорожного движения. Обучение, как и сегодня, будут проходить в форме игровых занятий, обсуждений возникающих ситуаций на дороге, просмотра видеороликов. Светофоры, знаки, постараемся найти материал об истории возникновения дорожных знаков, правила для пешеходов, тоже постараемся разнообразить информацию. После занятий ребята с большим интересом осмотрели выставку «Хлам-арт», которая рассказывает о второй жизни вещей. Людмила Медведева, Алексей Ильин, Елена Кошлева, Видное ТВ.